Прочитаю такой большой роман в стихах, который, ну, такая, лавстория. Ну, естественно, времени мало. Я буду прочитать только первое, отступительное и последнее, значит, завершаю еще эпилог. Что есть, как получилось. Там, а по пути там разные события происходили еще. Это уже, как в следующий раз. Мы оба знаем, что друг другу не подходим. И лишь, да, я хотел сказать, что вот этот первый момент, ну, как всегда, я потом скажу, что стихи исполняются на русском языке. Это вот момент возникновения чувства, и очень важно, ну, для меня было важно, тут же все люди как бы из цеха, то есть все пишут и знают. Для меня было очень важно описать вот это мгновение, возникновение чувства. Да, вот оно сейчас возникает, вот еще ничего не было, и вот это мгновение пытался описывать. Мне кажется, очень много пишет, что несчастной любви, ну, как бы, а уходящей, да, ну, вот это такое громкое чувство печали, а это более короткое. Мы оба знаем, что друг другу не подходим, и от того почти друг к другу не подходим. И лишь порой случайно, мимо проходя, вдруг оба чувствуем таинственные оттоки, на миг прекрасный, как луч солнца на востоке, и мимолетный, будто капелька дождя, но капля падает, и мы без промедления вновь попадаем в ту же зону отчуждения, где мы всегда отдельно, словно острова. И лишь на сердце, как на дне, в глубинах ила, лежат жемчужины того, что с нами было, пока еще не облаченные в слова, так мы живем, любя, и не осознавая, что наших сладких мук причина роковая не вне, а в нас исток имеет и предел, и будто камушка от камушек удары. Все эти искры, страсти, магию и чары рождают в случае сближения наших тел, а за сближением наступает ход обратный, и холод бешеный, мороз невероятный, и ворожденные страсти сковывает взлет, и тот огонь, что мог бы знаться с облаками, вдруг превращается в тяжелый будто камень, внутри пылающий, как сто закатов лед, и снова жар, и стужа вновь, и жар, и стужа, и догадок, чтоб я не окружаю, южа, и мы опять, встречая в росте, один рассвет событий важных ждем, неведомо откуда, но ничего не происходит, кроме чуда, и кроме чуда никаких событий. Еще, ну каждый из почителей, что мечтает написать Шлякер, это же так здорово, написать Шлякер, что это, конечно, очень просто, как известно, для этого нужно, вот что-то такое сделать, чтобы очень много повторялось одна, вот одна фраза, так упили голову, и люди запомнят, вот, что не просто, когда-то слушал песню, там не помню о чем, вот, а так, чтобы вот тут конкретно запомнили, я написал Шлякер, вот, значит, я сейчас попробую прочитать, ну, вернее, покажу, у меня где-то, в принципе, можно взять отделение, ну, так, минус 45, но я-то попробую, так, как-то, наверное. Значит, это письмо поручика Ржевского Наташи. Сударня, я вас во сне всю ночь имел в таком сюжете, что если бы золотая мне сейчас попалась рыба в сети, я бы заказал себе не медь, фанфар, и не жену богачку, нет, я бы сделался медведь, и сразу же залег бы в спячку, и видел сны, и в каждом сне я бы вас имел в таком сюжете, сутки, и в каждом сне я бы ослел в такой сюжете, ну, так, да, 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 да. Я посчитала, и последнее, что мы мажорное, значит, стихотворение, но вот окончательно, на самом деле, это вот такое, стихотворение такое легкое будет, но оно выражает жизненную позицию. Вот Андрей меня поймёт точно. Сейчас приятно ссылаться к самого приятного человека, он прощает, он поймёт. У нас, правда, есть некие общие моменты, по которым должен понять. Летняя. В начале грустной части жизни, на рубеже, когда не спета ещё все песни, на сюжете уже вполне понятен ход, я на траве лежу у речки, смотрю на дали с облаками, минуты путаю слегами и с водной гладью небо слот. Над головой струится ива, июль жара, а мне прохладно в густой тени ветвей, и ладно, и хорошо, что я в тени, пускай другой пленит жар птицу, и с неба австры звёзд хватает, мне песни зяблика хватает. А что ты запутался? Как-то я так увлёкся процессом всё, ладно? Ты чё слушай сначала? Это тоже, по-моему, приём Шлейдера такого, да? Второй раз, третий раз уже будем все вместе, да? Еще раз, в начале грустной части жизни, на рубеже, когда не спета ещё все песни, на сюжете уже вполне понятен ход, я на траве лежу у речки, гожу на даре с облаками, минуты путаю с веками, и с водной гладью небосвод. Над головой струится ила, июль, жара, а мне прохладно в густой тени ветвей, и ладно, и хорошо, что я в тени вдали от славы мимолетной, дурной молвы и грубой лести. Вы с этим в день ко мне не лезете. Прошу вас, Боже, сохрани! Я счастлив, что в июльский полдень считать ворон добился права, и что души моей держава не вся у тела в кабале, пускай другую пронить жар птицу, и с неба авторы звёзд хватает, мне песни зяблика хватает, и василька цветка полей. И лишь одно слегка тревожит, и я сквозь дрему и стону свинцой, как дверца к золотому быту ненужному, ищу решение дилеммы, я в рай попал или на землю, и обе версии приемлю, и выбор делать не хочу. Спасибо.